Вы вот сейчас ждете что-то от родителей, вы хотите там что-то, да, что вам дали там ласки, любви, и пытаетесь из-за того, что вам родители не додали, пытаться найти это в партнере, но так не работает. То есть, когда вы не закрываете вопрос с родителями, то есть у меня, допустим, есть проблемы там с мамой или с папой, к примеру, с папой, и я от папы что-то недополучила, потом вышла замуж, и вот то, что я недополучила, я буду требовать от своего мужа. Он даже ни при чем, но я буду делать подсознательно перенос на него и наезжать на него, хотя проблема изначально в папе, понимаете, да, и для того, чтобы муж бедный не страдал, он даже может не иметь отношения к этому, понимаете, о чем я говорю, вы будете, ну, как бы на него наезжать, и будете бесконечно его долбить, пока не проработаете вопрос с папой. Как уважать человека, которого надо подтягивать? Уважаю этих ТикТок-психологинь, это мои любимые персонажи, особенно вот эта вот их тема детские травмы. Естественно, она придумана просто-напросто искусственно. Для чего? Для того, чтобы вам внушить, якобы это не вы дебил, там, дура, да, а потому что это вот виноваты родители. Вам это внушается, вы начинаете за это переживать, вы начинаете об этом думать, обращаетесь к этим психологам, приносите им свои монеты, а они вам лечат, лечат, всякую дичь в голову вам вкладывают. Не существует этого. И сейчас я вам объясню это на своем собственном примере. Вот смотрите, я, как человек, который выступает за традиционные семейные ценности, за то, чтобы женщины были добрые, позитивные, ласковые, нежные, заботливые, умели вкусно готовить, поддерживали чистоту и порядок дома, и занимались воспитанием детей. Так? Почему я это делаю? У меня детская травма получается, да. Да потому что я, сколько себя помню, именно такой была моя мать. Я вырос в этой атмосфере, я вырос в такой семье. У меня и бабушки такие были. И я видел роль и задачи отца, я видел роль и задачи своих дедушек. И это традиционные, называется, семейные ценности. Традиционная семья, без всяких вот этих вот ваших детских травм. С женщиной, в том числе, наравне с мужчинами, мы в семье всегда ходили на работу, да, друг друга поддерживали, любили, заботились. Но никогда не было такого, что сегодня мы видим с вами на экранах наших смартфонов, телефонов, других каких-то гаджетов. Что они несут? Не верьте этим психологиням, не вращайте внимания, или ставьте просто-напросто дизлайки, шлики нахер.